Восьмилетний Артемий готовится к своему первому официальному бою. Соревновательная атмосфера, новые лица и огромный ринг посреди спортивного зала. Это все для него в диковинку. Наматывать бинты мальчику помогает отец. Визуально кажется, будто он волнуется больше сына. Но на самом деле это не совсем так. Не хочется подвести команду. Волнуюсь проиграть. А как вообще спал сегодня? Может, тебе снились какие-нибудь сны? Ну нет, про это не снились, но трудно было уснуть. Поединок Артемия был вторым по счету. Времени на разминку и подготовку не так уж и много. С другой стороны, эмоционально перегореть тоже спортсмен не успел бы. Три раунда по одной минуте. Для зрителей так мало, для кикбоксеров целая вечность. Наш Артемий в синем углу, его тезка из Балашихи в красном. Немного неуклюжая походка, слегка растерянный взгляд. Это все пока от неопытности. Но в таких боях опыт и приобретается. Субтитры создавал DimaTorzok Держались до конца оба, но, откровенно говоря, увереннее это получалось у спортсмена из Балашихи. Ему и присудили победу. Хотя у клинчайной была своя установка на поединок, следовать ей Артемий не смог. Ну, я хотела ему больше по челюстям надавать, в нокаут отправиться. А, и не получил его зайти. Ну да. Я и сказал, все нормально. Зато в челюсть своему сопернику получилось надавать у другого воспитанника клуба «Атлант» Лениила Чумичева. Его бой и вовсе закончился досрочно. Мне показалось, как после уши моей он поплыл. И я его в угол загнал, и потом там его начал бить. И все, он подошел к концу. Такие вот бескомпромиссные баталии на ринге проходили в субботу в спортивном клубе «Химик». Ежегодно в начале октября начинающие кикбоксеры Подмосковья и Твери приезжают в Клин на турнир, посвященный памяти Юрия Самохвалова. Он в свое время основал клуб «Атлант», где воспитал много действующих спортсменов и тренеров нашего района. Основная идея привлекать и развивать кикбокс в Клинском районе в частности. Ну и дань уважения моему тренеру и другу, потому что он горел этим делом и любил, и пытаемся развивать. Проигравших тут нет. Никто из ребят не уехал домой без медалей и грамот, а главное, без столь ценного опыта, который в дальнейшем каждому из них пригодится на гораздо более крупных и серьезных турнирах.